Эмоциональный интеллект Почему он может значить больше, чем IQ? Задача Аристотеля Всякий может разгневаться, это легко, но совсем не так легко разгневаться на того, кто заслуживает. Причем до известных пределов, в надлежащее время, с надлежащей целью и надлежащим образом. Аристотель, Никомахова этика Невыносимо парило уже с утра. В Нью-Йорке выдался один из тех жарких и влажных августовских дней, когда ощущение дискомфорта всех приводит в уныние. Я возвращался в отель, вошел в автобус, следовавший по Мэдисон-авеню, и тут же испытал потрясение, встретившись взглядом с чернокожим водителем средних лет, сиявшим радостной улыбкой. Он поприветствовал меня дружеским «Здорово! Как дела?» Так он обращался ко всем входящим. Каждый вздрагивал от неожиданности, но из-за погоды и дурного расположения духа мало кто отвечал на добродушное приветствие. Меж тем автобус, выруливая из уличных пробок, неспешно полз по центру после полуденного города в потоке машин, густом, как всегда, в этот час. И по пути в спальный район происходило медленное, прям-таки волшебное превращение. Водитель между делом развлекал нас непрерывным монологом обо всем на свете. Вон в том магазине во время распродажи творилось нечто невообразимое, а в этом музее открылась замечательная выставка. Вы еще ничего не слышали о новом фильме? Его недавно начали показывать в кинотеатре на углу. Восхищение богатыми возможностями, которые Нью-Йорк предоставляет жителям, заразило пассажиров. Приближаясь к своей остановке, каждый избавлялся от мрачной угрюмости, и когда водитель кричал вслед «пока!» всех благ, с улыбкой отвечал ему тем же. Память об автобусной поездке по Мэдисон-авеню жила во мне почти 20 лет. На тот момент я только что защитил докторскую диссертацию по психологии, но в те времена психологи обращали слишком мало внимания на механизм подобных метаморфоз. В психологической науке почти ничего не было известно о возникновении эмоций. Однако уже тогда, представив себе, как вирус доброжелательности прокатывается по городу от бывших пассажиров того автобуса, я понял, водитель оказался кем-то вроде местного миротворца, можно сказать, почти волшебником, ведь он преобразил бродившую в душах пассажиров мрачную раздражительность, чуть-чуть смягчил их сердца, сделал их самих добрее. Приведу для сравнения несколько сообщений из еженедельной газеты. В одной из школ девятилетний ученик разбушевался, залил краской парты, компьютеры и принтеры и покорежил машину на школьной автостоянке. Причина в том, что соученики-третьеклассники назвали его сосунком, и он вознамерился переубедить их. Случайное столкновение в толпе тинейджеров, слонявшихся у Манхэттенского клуба по интересам, привело к потасовке. Восемь подростков получили ранения. Драка закончилась тем, что один из обиженных открыл стрельбу из автоматического пистолета 38-го калибра. В отчете сообщается, в последние годы подобная пальба, как реакция на мнимое неуважение, становится все более и более обычным явлением по всей Америке. По сообщениям печати о жертвах убийств моложе 12 лет, 57% убийц составляют родители, отчимы или мачехи. Почти в половине случаев взрослые заявляют, что просто пытались дисциплинировать ребенка. Избиение до смерти спровоцировано нарушениями следующего рода. Ребенок мешает смотреть телевизор, плачет, пачкает пеленки и так далее. Юноша-немца, члена неонацистской группы, судили за убийство пяти турецких женщин и девушек. Пока они спали, он устроил пожар. На суде он рассказал, что не сумел сохранить работу, начал пить и в своей жестокой судьбе винил иностранцев. Едва слышным голосом он объяснял, «Я не перестаю глубоко сожалеть о содеянном. Мне бесконечно стыдно». Каждый день поток новостей в изобилии приносит подобные сообщения. Люди все хуже умеют ладить друг с другом, а ведь это угрожает всеобщей безопасности. Низменные побуждения идут на нас в атаку, вызывая безудержное желание уничтожать. Значит, в нашей собственной жизни, в жизни окружающих людей, происходит широкомасштабный выход эмоций из-под контроля. Они вызывают волну разрушений, за которые, конечно, иногда следует раскаяние. Что с того? Ведь жизнь каждого под угрозой. Последнее десятилетие прошло под барабанную дробь сообщений, свидетельствующих, как стремительно растет количество нелепых выходок, проявлений безрассудства и безответственности в семьях, сообществах и коллективах. Перед нами рассказы о всплесках ярости и отчаянии одиноких детей, оставленных работающими родителями на попечение телевизора вместо приходящей няни. Детей, страдающих от того, что они оказались заброшенными, остались без внимания, подверглись жестокому обращению или стали жертвами распущенности родителей. Статистика показывает, что душевное нездоровье распространяется все шире, что случаев депрессии во всем мире становится все больше. Нарастает волна агрессивности. Подростки с огнестрельным оружием в школах, перестрелки на автострадах, зверские убийства бывших коллег, совершенные работниками, недовольными увольнением. Злоупотребление эмоциями, стрельба из автомобилей на дорогах, посттравматический стресс. За прошедшие десятилетия все эти выражения вошли в повседневный лексикон. Теперь в конце разговора, вместо ободряющего всего хорошего, мы скептически произносим «ну, давай». Эта аудиокнига поможет вам найти смысл в бессмыслице. Как психолог и журналист газеты «Нью-Йорк Таймс», а ваш покорный слуга выступает в этом качестве последние 10 лет, я отчетливо замечаю прогресс в научном понимании сферы иррационального. Более всего меня поражает соседство двух явно противоположных тенденций. С одной стороны, растет неблагополучие в эмоциональной жизни общества. С другой, появляются некоторые эффективные средства оздоровления сложившейся обстановки. Зачем понадобилось данное исследование? Итак, в последние 10 лет неутешительная информация поступала со всех сторон. И тогда представители ученого мира всерьез принялись анализировать эмоции. Среди наиболее впечатляющих результатов следует отметить исследования человеческого мозга в процессе функционирования. Они стали возможны благодаря новейшим разработкам в области технологии оптических изображений отделов головного мозга. Впервые в истории человечества ученые сумели увидеть то, что веками оставалось тайной за семью печатями. Мы начинаем понимать, как, пока мы думаем и чувствуем, строим мысленные образы и мечтаем, работает эта невообразимо сложная система из огромной массы клеток. Обилие данных в области нейробиологии помогает лучше понять, каким образом мозговые центры, ответственные за эмоции, заставляют нас гневаться или плакать. Или как самые потаенные отделы мозга, подталкивающие развязывать войны или пробуждающие любовь, направляют энергию на добро или зло. Подобные изыскания беспрецедентны. Они раскрывают механизмы бурного проявления эмоций и их ослабевания, а еще показывают способы выхода из коллективного эмоционального кризиса. Между прочим, с созданием данной аудиокниги мне пришлось повременить, дожидаясь, пока урожай научных исследований созреет. Причина столь длительной задержки коренилась главным образом вот в чем. Раньше исследователи отводили, на удивление, мало места изучению роли чувств в ментальной жизни человека. В образовавшуюся таким образом пустоту хлынул поток разного рода книг на тему «помоги себе сам», изобилующих полезными советами, разработанными в лучшем случае по результатам клинических исследований, но непременно при отсутствии серьезной научной базы. Теперь же наука, наконец, вправе со знанием дела вести разговор о решении неотложных и весьма запутанных проблем психики в ее наиболее иррациональных проявлениях, а значит, с большей или меньшей точностью составить карту человеческих чувств. Такая карта опровергнет мнение тех, кто придерживается узкого представления об интеллекте. Продолжение следует...